Здравствуйте! Меня зовут Эльнара Хасанова и вы смотрите новости Бураева на ЕТВ. Каждую среду в 7 часов вечера мы рассказываем о событиях и интересных людях Бураевского района. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Лучший учитель русского языка работает в Бураево. Школьник из Бураева предложил банку усовершенствовать его услуги. Расскажем как. В точке роста прошел квест для школьников. Какие задания подготовили и кто победил? Начнем выпуск коротких новостей. Неделя без турникетов прошла в Бураево. Школьники посетили центр «Семья» и пенсионный фонд. Руководители рассказали о деятельности организаций. Ребята узнали, как обратиться к специалистам центра «Семья», если человек оказался в трудной жизненной ситуации. Как формируется трудовая пенсия и для чего нужен СНИЛС. А также, как трудоустроиться несовершеннолетним. Почта России подвела итоги ежегодного всероссийского конкурса детских писем «Лучший урок письма». В числе победителей семь школьников из Башкирии, в том числе двое из Бураева. В номинации «Если бы я был президентом банка, какую услугу приложил бы в первую очередь» первое место занял ученик школы номер один Тимур Файзулин. А учащийся школы номер три Айнас Арсланов занял второе место в номинации «Рецепты счастливой семьи». Всего на конкурс поступило около 70 тысяч работ. В ТТ «Шлаг» состоялся смотр-конкурс художественной самодеятельности. На сцену вышли трудовые коллективы предприятий и организаций. Среди них управление пенсионного фонда, реабилитационный центр, спортивная школа, социальный приют, детский сад и центр «Семья». В Башкирии открылся мост через реку Уфа. Его стоимость 4 миллиарда рублей. Длина моста 328 метров. Он – часть дороги Бирск-Тастобасадка. Это самый крупный объект, построенный к столетию Башкортостана. Работу начали еще в 2016 году. Очень большое событие в нашем районе. Открывается мост, которого мы ждали 300 лет. Почему 30? Потому что когда-то здесь в это время прошел Екатеринский тракт. И всегда была проблема сообщения двух берегов. Эта проблема спустя столько времени снимается именно сегодня. Мост стал заменой ледовой и водной переправе через реку. Теперь жители близрежащих населенных пунктов могут без проблем добираться на другой берег. Кроме того, мост соединит северо-восток республики с центром. В будущем построят еще 60 километров дороги. Сложно было добираться на машинах с левого берега, на правый берег, справа на левый берег. Население очень страдало. Полтора часа катера ждали, замерзали весь. И дети, школьники замерзали. Болели. Сейчас ждать не будут. Автобус дадут, то еще хорошо выйдут. В нефтекамском филиале «Божгу» 28 октября стартует школа молодого предпринимателя. В школе расскажут, как открыть свое дело. Преподавать будут предприниматели, успешные бизнесмены, а также руководители ведущих предприятий города. Для заявки необходимо зарегистрироваться через группу ВКонтакте «Школа молодого предпринимателя Нефтекамска». В Калтасинском районе в деревне Бабаева начнет работать регоператор. С начала реформы по обращению с ТКО в деревне появилось 5 несанкционированных свалок, так как мусор некуда было вывозить. В сентябре состоялось совещание в администрации Калтасинского района с регоператором. Выяснилось, что из 75 населенных пунктов района регоператор вывозит мусор только из 8. В октябре регоператор обещал организовать вывоз мусора из 15 населенных пунктов района. В Дюртюлинском районе села Венеция провели субботник. Очистили берег реки Белой от мусора и кустарников. На подмогу приехала спецтехника. Хотя здесь в этом году убираются не в первый раз, мусор уже успел накопиться. И в основном это дело рук отдыхающих на природе. Третий открытый многожанровый фестиваль башкирской этнической культуры и современного искусства АУАЗ пройдет в Ильишевском районе 24-25 октября. В программе конкурс научно-практическая конференция, ярмарка ремесел, концерты мастеров народного мастерства и талантливой молодежи и мастер-классы. Посвящение в Сютовце прошло на станции юных техников Янаула. В этом году ей исполняется 30 лет. Сегодня в учреждении дополнительного образования 29 объединений. Занимается более 700 школьников. Те, кто пришел в Сют в этом году, познакомили с руководителями объединений. Рассказали, что ждет в учебном году. Затем мальчики и девочки прошли несколько испытаний и произнесли клятву юного техника. Ребята сказали, что они готовы покорять вершины технического творчества, участвовать в конкурсах и быть гордостью в станции юных техников. Воспитанники турцентра «Вояж» Бирска прошли пешеходно-горный маршрут по Белорецкому району. Они покорили две вершины – хребет Елангас и гору Рассыпную. Эти две вершины входят в состав семи вершин, на которые надо подняться, чтобы получить жетон «Уральский барс». В прошлом году воспитанники преодолели гору Иремель. Протяженность этого похода составила 75 километров. Две ночевки в лесу и три дня подряд под проливным дождем никого не испугал. Самому маленькому участнику 11 лет. В деревне Янагушево Мишкинского района отметили праздник урожая. Праздник организовали работники сельского клуба и школы. Они подготовили концерт, конкурсы, провели выставку «Чудо-овощь» – поделок из природного материала и осенних букетов. А теперь переходим к основным новостям. Подведены итоги республиканского конкурса «Лучшие учителя и преподаватели башкирского и русского языков». Напомним, он прошел в Уфе накануне Дня учителя. В числе победителей – педагог из Бураевского района, учителю русского языка и литературы школы номер один Анна Тазбулатова. О педагоге-победителе наш первый сюжет. Анна Тазбулатова училась в Каргандинском государственном университете имени Букетова. Очень сильный в то время был вуз. Там наша героиня узнала много интересных методов обучения детей, которые она использует по сей день. Я с детства мечтала работать учителем. Самый, наверное, яркий пример – это моя первая учительница Нина Алексеевна. Мы сейчас с ней поддерживаем отношения. Она уже давно на пенсии, живет в Воронеже. Мы общаемся в социальных сетях. Это вот первый такой пример у меня перед глазами. Еще, конечно же, учительница русского языка и литературы Фарида Экшибаевна. Она пришла к нам после университета молоденькой девушкой. Уроки были интересные, разнообразные. И, наверное, она как раз и тот пример, за которым я и последовала. С 2002 года Анна Тазбулатова работает учителем в школе номер один Бураева, когда впервые пришла преподавать, была удивлена тому, что дети разговаривают только на татарском языке. До этого Анна работала в Казахстане, в русскоязычной школе. Первое время было тяжело, но потом дети сами стали проявлять инициативу и начали разговаривать на русском, вспоминает учитель. Работаю я в школе уже 25 лет. В Казахстане я начинала работать. После университета пришла работать в сельскую школу. Мне сразу дали два пятых класса и два старших, 10-й и 11-й. Вот с тех пор так и работаю в школе, веду русский язык и литературу. Работаю свою, люблю, не представляю себя на другой какой-то работе. Технологии облегчили обучение. Теперь гаджеты источны колоссального количества знаний. Но порой они губят любовь к книгам. Страдаем мы, конечно, от этого. Дети меньше читают. Мы приходим на уроки и с чем сталкиваемся. Забывают даже материал, который мы изучали совсем недавно. Я считаю, что это одна из причин, почему падает память у детей или ухудшаются всевозможные гаджеты. Чем меньше читают, тем хуже пишут. Новая система образования упрощает работу учителей. Но бумаг меньше не становится. Учителям не хватает времени полностью реализовать задумки, сделать уроки интереснее. Изменения, которые происходят сейчас, эти изменения не всегда в лучшую сторону. От традиций не нужно абсолютно отказываться. Ну и я за нововведения выступаю. Я считаю, что ЕГЭ дает возможность ребенку поступить в любой вуз, в любое учебное заведение, в любом уголке нашей страны. Поэтому это только возможности, это не со знака минус. А все-таки я бы сделала так. У ребенка должна быть альтернатива права выбора. Хочет поступать по данной специальности, значит, сдает ЕГЭ по этой специальности. Если ему для поступления не нужно, то сдает в традиционной форме. Несмотря на все сложности работы, Анна Борисовна очень любит свою профессию. И достигает поставленных целей. Одна из них – это успешное выступление в конкурсе «Лучшие учителя и преподавателя башкирского и русского языков». Для победы в этом конкурсе необходимо было предоставить результаты нашего труда за последние три года. Это и успехи учителя самого, то есть профессиональные успехи. Успехи детей наших были победы в различных конкурсах, олимпиадах, муниципального уровня, и республиканского, и всероссийского. Это и конкурсы сочинений, и конкурсы чтецов. Анна Борисовна вместе с мужем воспитала двух дочерей. Любит путешествовать, увлекается чтением, историей, садоводством и рыбалкой. Главное дело жизни педагога – воспитать разумное, доброе поколение. Педагогическое кредо Анны Тасбулатовой – учить, учиться и учиться учить. В последнее время престиж этой профессии падает. К учителям отношения, к сожалению, уже не такое, которое было во времена моего детства. И когда я начинала работать, хотелось бы, чтобы общество все-таки в сторону учителя повернулось лицом. С открытия точки роста в Бураевском районе прошел ровно месяц. И школа номер один провела для учащихся пятых, восьмых классов конкурс «Квест». Напомню, точки роста – это специальные образовательные центры, создаваемые на базе школ в селах и малых городах. Их работа направлена на подготовку детей по цифровому, естественно, научному, техническому и гуманитарному профилям. Их открытие предусмотрено федеральным проектом «Современная школа», который входит в нацпроект «Образование». Для участников «Квеста» организаторы подготовили постановку про то, как изобрели шахматы. Сделал это известный в то время индийский математик. Повелитель, прикажи выдать мне за первую клетку шахматной доски одно пшеничное зерно. Одно пшеничное зерно? Простое зернышко? Да, о мой победитель. А за вторую клетку прикажи выдать два зерна. За третью клетку прикажи выдать четыре зерна. Девять команд из Бураевского района соревновались в логике, быстроте мышлений и показывали то, как они адаптировались в новой технологической среде. Несмотря на то, что ребята школ Бураева уже знакомы с оборудованием точки роста, учащиеся деревенских школ не сдавали позиции и показали отличные результаты. Наши дети и дети из деревень учатся сообща, творить. Именно творить – основное слово нашей работы. Мы учим детей взаимодействовать между собой, придумывать что-то новое. Ребятам для выполнения каждого задания квеста давалось по 10 минут. В это время они должны были решить математические задания, разгадать ребус, построить машину из лего, разгадать шахматный ход. Я считаю, это очень полезное мероприятие для ребят. Они очень сходят и входят на эти мероприятия. Сегодняшняя наша игра, интеллектуальный марафон. Дети очень предупреждены подготовлены к этой игре. Есть очень такие прям шахматисты, которые быстро складывают все и отвечают. Для ребят каждое задание давалось легко. Многим и 10 минут было много, чтобы решить ребус, собрать машинку или изобразить математический термин в игре «Крокодил». Стараемся в них пробудить искру, воображение, чтобы они были творческими людьми, которые впоследствии сделают для нашей страны что-то хорошее и позитивно будут мыслить. После окончания квеста ребята снова собрались в актовом зале школы номер один и показали номера приветствия. Решаем сами! Да! Решаем сами! Да! Решаем сами! Решаем сами! Решаем сами! Решаем сами! Закройте окно, мне холодно! 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 Песла, голова из трех частей, Майдон, клавиатура, Мышка с ковриком, привет! Этот марафон мы планируем проводить каждый год. Используется оборудование, которое поступило в рамках проекта «Современная школа». Дети в виде квеста проходили все станции. Профиль информатика, профиль математика, спасательная станция, шахматная станция, логическая, математическая. Ребятам очень понравилось. И нам это мероприятие тоже понравилось. А все мы там нужны, диаремы так важны, И худшие результата ты добьешься. Всем учащимся и их преподавателям вручили сертификаты точки роста по направлениям, в которых они набрали больше всего баллов. А наибольшее количество баллов набрала команда школа номер три. Победитель! Скажи, угроза, простите. Скажи, угроза. Первого районного интеллектуального марафона. Команда «Эрудиты» Маусош номер три. Всего доброго. Почта России подвела итоги 17-го всероссийского конкурса «Детских писем. Лучший урок письма». Победителем в номинации «Если бы я был президентом банка, какую услугу предложил бы в первую очередь» стал ученик Бураевской школы номер один Тимур Файзулин. С ним встретился наш корреспондент. 8 октября 16-летний Тимур Файзулин и еще пять лауреатов конкурса отправились в Москву. Ребята приняли участие в заседании первого в России детского совета директоров. Они предложили идеи, как усовершенствовать банковские операции. Когда я впервые был в банке, я пошел туда открыть книжку, и мне немного не понравилось обслуживание. Там было сложно ориентироваться. Раз уж мне было сложно, то пожилым людям будет тем более сложно. И вот, когда я вернулся домой, я подумал о том, что им проще говорить, чем писать и использовать современные технологии. Поэтому я решил написать в своем сочинении о реализации такого проекта, как голосовое управление. Тимур предложил внедрить голосовое управление терминалами банка и объяснил, почему это выгодно. В своем эссе он также отметил, что внедрение инновационных технологий в банковской сфере должно идти параллельно в городах и селах. В отделении банка следует в отдельных комнатах поставить терминал с голосовым управлением. Каждый человек, отдельный человек заходит туда, идентифицируется по своему голосу и может по серии паспорта и его номеру. И дальше говорит имя услуги, она высвечивается и он ее использует. Тимур познакомился с ребятами из разных уголков России. Это отличный опыт пообщаться с теми, кому интересны новые технологии, кто хочет облегчить жизнь людей. Церемония награждения прошла в главном отделении почта банка. Там, кроме меня, было еще пятеро участников. Двое из них были из Кировского района, один из Мурома, другой из Австрахани. С этими мальчиками и девочками я познакомился. Мы очень находимся в дружеских отношениях и до сих пор поддерживаем все. Тимура поддерживали родные, особенно мама. Она была идейным вдохновителем и с ней же парень поехал в Москву. Также у Тимуры есть сестренки-близняшки. Само письмо я писал сам. Мне помогала моя мама. У меня есть две младшие сестры. Когда они узнали, что я победил, они были рады, возбуждены и тоже хотели участвовать в подобном конкурсе. Загрели с желанием победить. Я стал для них примером для подражения. Айсула Маратовна преподает Тимуру русский язык и литературу. Она инициатор участия Тимура в конкурсе «Лучший урок письма». Она ему и помогла. Цель данного конкурса – возрождать традиции эпистолярного жанра, содействовать развитию русского языка. Президент банка Дмитрий Руденко среди шести номинантов первое место присвоил Фальзулину Тимуру. Он и его мама были приглашены в Москву. Я горжусь своим учеником. Тимур принес славу своей первой школе. Я желаю ему дальнейших творческих успехов. Мне понравилось быть президентом банка, хоть это и не длилось недолго. Поэтому я тоже хочу достичь таких высот, как Дмитрий Руденко. В Москве участники встретились создателем конкурса «Лучший урок письма» Вадимом Носовым. Он рассказал, что придумал его 17 лет назад и рад, что конкурс до сих пор существует. И пожелал ребятам сохранить решимость, целеустремленность и теплоту души. На сегодня это все новости. Благодарю вас за внимание. Смотрите новости Бураева каждую среду в 7 часов вечера. Поделиться своими новостями вы можете в группе Уфанет в Бураево ВКонтакте или позвонить по номеру 09388 с мобильных бесплатно. Всего доброго! Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканал ЮТВ, программа «Телеоткрытка». В этот день мы поздравляем с праздниками самых близких и родных. Говорим им теплые слова и пожелания от всего сердца. Любимую девушку Фазулину Гульнару Маратовна из села Бешбуляк «С днем рождения» поздравляет Руслан Касымов. В твой знаменательный день хочу пожелать тебе самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех. Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои смелые и заветные мечты. Спасибо, что ты рядом, помогаешь и поддерживаешь, даришь заботу и ласку. И я всегда буду рядом исполнять твои капризы и желания, чтобы ты верила в чудеса и улыбалась каждый день. С твоим днем, родная! Все без тебя не так Лечу к тебе словно комета И даже под долом пистолета Я найду тебя, я найду тебя Ведь без тебя ты ко мне так Ты просто подойди и ко мне так Я знаю, будет наше это лето Ведь ты моя, да Ведь ты моя, да Все без тебя не так Лечу к тебе словно комета И даже под долом пистолета Я найду тебя, я найду тебя Бурым горем небо кроет Вихри снежные грудя То, как звером назовут То заплачет, как дитя И если ты найдешь во мне Останури это мученье Все змеи, когда я потерял тебя Там вдали падала луна Падала луна Все без тебя не так Лечу к тебе словно комета И даже под долом пистолета Я найду тебя, я найду тебя Это была программа телеоткрытка А если вы хотите поздравить Всего близкого человека в нашей передаче То приходите в офис компании Уфанет в вашем населенном пункте Смотрите нас каждую пятницу В 6 часов вечера и в воскресенье В 12 часов дня на телеканале ЮТВ Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова